Дорогие друзья, в прошлый раз мы с вами говорили в основном о беглопоповцах, говорили о часовинах немножечко, но вот о беспоповцах мы только поговорили в целом, о начале. В принципе, мы, конечно, поговорим об этой теме, но, наверное, логичнее будет, чтобы не переносить постоянно, чтобы лекции не дробить так сильно. Может быть, все-таки остаток того, что у нас по беспоповцам осталось, разделить немножечко сегодня в конце лекции, немножечко на следующей лекции. И Матвей, в общем-то, написал, что еще, я так понимаю, он хочет сделать некую пятую лекцию, тему там мы еще вообще не обсуждали, поэтому, может быть, как-то мы и туда отнесем что-то. Поэтому предлагаю сразу начать с основной темы, а потом уже посмотрим по времени, какой-то из моментов можем по беспоповцам разобрать. В прошлый раз мы достаточно подробно останавливались на 18-19 столетиях, говорили о поисках архиереи старообрядцами, о том, что в течение долгого времени этот процесс продолжался, но не имел никаких действенных, таких полезных плодов. И наиболее тяжелое положение для поповцев – это положение в правлении императора Николая I. Говорили, что как раз часовины, по сути дела, в этот период были вынуждены отказаться от священства, хотя первоначально признавали его необходимости. В общем-то, такая трагическая сторона, когда люди были вынуждены отказаться от священства не из-за своих каких-то ложных убеждений, а именно просто из-за того, что не знали, где его взять. И, конечно, для поповцев этот период становится критическим, поэтому поиски ужесточаются. Если мы берем конец 20-х годов, то тогда стоятель Куреневского монастыря, нынешняя Украина, Ираклий с 15 старообрядческими иноками в поисках, епископов путешествовал в Турцию, в Египет, то есть эти поиски продолжались. Но увенчались они успехом только уже в 40-е годы, а именно в 1846 году. Здесь небольшая предыстория. В 1832 году на Рогожском кладбище был собор, на котором присутствовало большое количество представителей самых разных старообрядческих регионов, Ветка, Эльгиз, Стародубик, Кирженец, и было решено совместными усилиями приступить к поиску епископа. Было много вариантов, обсуждались многие варианты, где же должен был быть этот епископ, где его найти. Со временем стало понятно, что в России, скорее всего, епископа готового перейти, найти не удастся. Значит, скорее всего, все-таки нужно искать на Востоке. Но оставалось много вопросов, как принимать епископа, как его найти и так далее, и так далее, и так далее. И многолетние поиски архиереи сначала иноками Павлом Великодворским и Геронтием иноком, а затем уже Павлом и Олимпием Милорадовым привели к тому, что в октябре 1846 года к старобрячеству присоединился митрополит Амбрусий Босносараевский, находившийся на покое, проживавший в это время в Константинополе. Если говорить об этой личности, то личность действительно крайне интересная. Можно сказать, что об Амбрусии известно очень много. Несмотря на то, что, казалось бы, мы черпаем из разных источников эту информацию, но если мы ее все объединим, то можем получить достаточно много информации, потому что в результате его перехода начались следственные дела, которые привели к тому, что и власти Российской империи, и турецкие власти, и власти Австрийской империи, они выясняли, что же это все-таки за ситуация, и вникали, кто же этот архиерей, который пришел к старобряцам. Ну, немножечко о нем до присоединения стоит сказать. Родился он в селе Маистра, близ Эноса, в Турции в 1791 году. Звали его Амирей, папа Георгополе, поскольку имени Амирей в святцах не было, то крестили его с именем Андрей. И интересно, что человек этот был из древнего священнического рода, согласно традиции, 23-й священник в своем роду, то есть такая укорененная греческая семья. Он в 1811 году, после окончания богословской школы, был рукоположен за священником, иновским митрополитом Матфеем. После смерти жены в 1817 году он принял монашество, был настоятелем Троицкого монастыря на острове Халки. Это остров, который известен в греческой традиции тем, что там высшая школа, самая знаменитая в Константинопольском патриархате, была, собственно говоря, она была уже до второй половины XX века, и сегодня одним из таких условий начала диалога по поводу принятия Турции в состав Европейского Союза является как раз возрождение этой школы, потому что турки закрыли этим, нарушили права греков, живущих на территории Турции. То есть школа очень известная, школа солидная, и человек, который, скажем так, был недоверенным в Константинополе, ему бы, конечно, не поручили такой высокий пост. В последствии, в 1835, да, он с 1827 года занимал еще важный тоже пост Протасинкила Великой Церкви, а в 1835 году, когда скончался босносараевский митрополит Венианин, то он был среди кандидатов на босносараевскую кафедру, и в результате Патриарх Григорий VI поставил его на эту кафедру. На кафедре он был в течение пяти лет, и здесь, конечно, очень интересные отзывы о том, каким архиереем он был. Ну, интересно в этой связи, что когда вот сегодня в Боснии говоришь с боснийским духовенством, даже с весьма образованным духовенством по их меркам, то встречаешь такое мнение, что, ну, ГАЭК, он, в общем, ничего хорошего от ГАЭКов быть не может, да, потому что действительно много поколений таких ГАЭКов просто административно назначалось на кафедру, совершенно не вникало в местные дела, местного языка толком не знало, и, в общем, отношение к ним, конечно, до сих пор очень отрицательное. Ну, это такой общий взгляд, то есть тех, кто, в общем-то, совершенно не вникает в конкретные личности, а просто вот знает, скажем так, общую историю Боснии и боснийской церкви. Вот, что же касается, а надо сказать, что, хотя исследования по истории боснийской церкви, конечно же, есть, но зачастую они очень фрагментарны, то есть то, что я пытался поднимать по книжкам, изданным в Сербии и Боснии, там большие достаточно лакуны, но, тем не менее, как и митрополит Абросио упоминается, конечно, и есть даже в некоторых книжках указание, что он перешел впоследствии в русское старобрядчество, то есть книжки, изданные в Боснии, об этом свидетельствуют. Вот, но интересно, что вот при своей жизни к митрополиту Абросио отношения были совсем другие, чем к остальным подобным архиереям. Вот хочется привести цитату из летописи Боснии Станки Скандеровой. Этот владыка был святой человек, он много заботился о бедных, он был родом болгарин, вовсе не был сребролюбив и родил только о том, чтобы народу было покойно, чтобы народ не терпел неправды. Ну вот, показательный момент, да, то есть мы знаем, что он в России был греком, а здесь оказывается, что болгарин. То есть для славянского сознания понять, что вот какой-то грек будет так хорошо относиться к славянскому населению тогда было совершенно невместимо, совершенно для босницев это, для боснийских сербов это было непонятно. И возникает даже легенда о том, что он болгарин, на самом деле фамилии Андрея Поповича зовут, да, то есть в общем свой славянин, ну хотя исторически это не так, но в общем момент показательный. И вот в 1840 году Абруси поддерживает восстание боснийцев против турецкого правителя в Сараево. Восстание подавили, но надо сказать, что оно не было безрезультатным, то есть в принципе для боснийцев определенные послабления после этого были сделаны. А вот Амбрусиу пришлось в кафедры уйти, то есть турецкие чиновники, конечно, жаловались на такое поведение. Амбрусий даже участвовал в составлении письма от имени боснийцев, посланного в Константинополь, Стамбул, в котором обличались притеснения турками местного населения. И все это привело к тому, что, конечно, богатые купцы из Сараево написали Константинопольскому патеряху донос на митрополита Амбруси, в котором, в частности, сообщалось, что митрополит поддержал антитурецкое восстание. И, разумеется, что появилось требование убрать его. Константинопольский патерях Анфим IV, испугавшись возможного конфликта с турецкими чиновниками, отдает распоряжение отозвать его в Константинополь. И в 1841 году он приезжает в Константинополь. Что касается Сараева, ну, там нет таких каких-то мест, которые связаны именно с именем митрополита Амбруси сегодня, но сохранился там в мусульманской части, то есть в исторической части. Там есть сербская часть Сараева, она немножко сбоку, а центральная часть, историческая часть, это мусульманская часть. Вот там есть два православных храма. Один был во время последней войны уничтожен и восстановлен совершенно заново. Это храм в стилистике XIX века. А вот другой храм как раз, древний храм, который как раз и был одним из мест служения владыки Амбруси хронологически. Интересный храм, сохранивший свою такую традиционную балканскую стилистику. Хотя в музее в основном там документы чуть более позднего периода представлены, там при нем музеи есть, но тем не менее это вот как раз храм, который активно, был активным местом служения в этот самый период. Так что все-таки есть такое место, которое помнит в Сараево митрополита Амбруси, которое старообрядство, пожалуй, нужно посетить, если бы быть. Вот. Ну, в Константинополе положение владыки было достаточно типичным для таких вот архиереев, которые отправлялись, естественно, на покой. Мы уже с вами говорили в первой лекции о том, что эта ситуация, в общем-то, была достаточно типичной. Даже патриархи по три по четыре раза возвращались на патриарший престол, уходили из патриаршего престола, кто-то покупал себе место за деньги, кого-то смещали, потом просто восстанавливали. Ситуации были самые разные, поэтому здесь, собственно говоря, не было чего-то нового из заряда годовыходящего. Таким архиереем назначали небольшую пенсию, ну и, как правило, давали храм в Камлине, где они могли совершать богослужения. Интересно, что есть свидетельства о том, что владыка он вовсе участвовал в хиротониях архиерейских, которые проходили в Константинополе, то есть, по сути дела, он был полноценным архиереем, но находящимся на покое. Надо сказать, что советства к существованию у него были, но, конечно, небольшие. То есть, вот, что касается семьи его сына Георгия, он работал у родственников его жены, там был вынужден, в общем-то, зарабатывать таким достаточно тяжелым трудом. То есть, в принципе, финансовое положение, конечно, было не очень хорошим, что впоследствии дало беспоповцам повод говорить о том, что вот родовцы, где метрополитам Бруссии. Ну, на самом деле, то жалование, которое мы предложили, оно не особенно было большим, и, если так уж рассуждать, то есть информация о том, что впоследствии Константинопольский патриарх предлагал метрополитам Бруссии хорошую кафедру, под тем условием, чтобы он вернулся, но в этот раз метрополитам Бруссии отказался, да, если бы уж он был такой меркантильный, наверное, следовало бы вот перейти еще один раз. Здесь мы этого совершенно не видим, вот, и разумеется, что метрополит чувствовал себя человеком обиженным, пострадавшим за правду, и вот как раз в это время в Константинополе появляются иноки Павел и Олимпий, не первый археерий был, в Руссии, к которому они обращались, как я уже сказал, таких вот подобных археерев было в Константинополе достаточно много, но первый их опыт общения с археереем, имени которого Павел не сообщает, но описывает об общении с ним, сообщает нам без имени эту информацию, вот, он, в общем-то, был совершенно готов прийти, там, поставить, приемник, там, все как надо, но при этом не рвать отношения с греческой церковью, то есть своеобразное такое единоверие в греческой форме было не особенно важно, кому он поставит, да, то есть здесь он совершенно не хотел, он не понимал смысла происходящего, да, и в такой ситуации, хотя Павел и Олимпий в формате, конечно, могли этим воспользоваться, да, просто использовать его как такой канал для поставления, они на это не пошли, объяснили этому археерею, что, собственно говоря, нужно и что он не может более после этого находиться в общении с греческой церковью, в результате археерей этот отказался. В это время, значит, они встречают уже Амбросия и начинают с ним достаточно такой долгий диалог. В общем-то, для митрополита Амбросия изначально все в целом было понятно, то есть у него не было каких-то сомнений по поводу православности самих старообрядцев, о которых он, впрочем, практически ничего не знал, просто со слов Павла и Олимпия, но, тем не менее, конечно, решение вызревало очень долго, и Мельников описывает такую ситуацию, когда встречается Амбросий с одним из таких вот богословов греческих во время одной из хератоний и спрашивает у него, кто такие старообрядцы, на что тот говорит, что, ну, в принципе, это не геотики, но они вот со Святой Троицей немножко вот, поскольку перстала складка вот так, что вот здесь вот мизинец, этим мизинцем они умоляют Святую Троицу, да, что малый палец, у них вот с равностью лиц Святой Троицы не все в порядке, и митрополит опять же начинает задумываться на эту тему, да, хотя вроде такой момент достаточно такого бытового объяснения, но мы говорили, что вот на соборе 66-67-го как раз в деяниях тоже подобная аргументация есть, поэтому все это дело затягивалось, и в результате получилась такая ситуация, что Павел с Олимпием уже, в общем-то, отчаялись, и решили в последний раз прийти к митрополиту Амбруевичу, так сказать, попрощаться, выяснить, не изменил ли он своего мнения, хотя встречались они буквально накануне, и, казалось бы, здесь, в общем-то, ситуация была ясна, и вот они приходят и видят митрополиту Амбруевича, который говорит, что да, я согласен. Ну, в общем, у них тоже, по всей видимости, судя по описанию Павла, да, это, как это потом пересказывает Субботин, определенное сомнение закралось, да, что это вдруг так за одну ночь такие радикальные изменения, они начинают выяснять и выясняют, что ночью митрополиту было явление некого старца, который сказал, что не следует раздумывать, следует принимать приглашение старообрядцев, и что митрополиту предстоит испытать мучения от русского царя. Вот, ну, уже осознавая, скажем, произошедшее, митрополит Амбруевича пришел к выводу, что это было явление святителя Николы. Вообще, святитель Никола являлся неоднократным, по мнению старообрядцев, вот, поисков, людям, участвовавших в этом поиске, в первую очередь еще Павлу Великодворскому, иноку, который был, можно сказать, во главе этого присоединения. Вот, и в результате было достигнуто решение, через месяц с паспортом казака-некрасовца Амбруевича отправляется в тяжелый путь в Вену. Плывет он на корабле, где его узнали, вот, поэтому ему пришлось, в общем, сидеть в каюте практически все это время уже. С этого начались определенные проблемы, но, тем не менее, он смог выбраться. В Вене он оказался 28 июня 1846 года, представлен был императором, попросил принять его в австрийское подданство и вступить в должность верховного пастора старообрядца. Он предоставил все необходимые документы, грамоту ставленную, записку, дозволявшую ему служить литургию, то есть доказательства того, что он был не запрещен, бумаги, подписанные Олимпиема Павлу, удостоверяющие, что митрополит будет находиться на монастырском иждивении, что он не требует из казны каких-либо средств. И вот эти дела были рассмотрены. Павел должен был отправиться в Белокреницкий монастырь. Надо сказать, что Белокреницкий монастырь, село Белокреница, ныне располагающееся на территории Украины, в двух километрах от румынской границы, в то время это была Австро-Венгрия в Буковине, Белокреницкий монастырь пользовался, в общем-то, определенными пославлениями, определенное такое льготное, определенное положение имел. Связано по легенде это было с тем, что старообрядцы в свое время спасли от бандитов одного из высокопоставленных венских чиновников. И тот вот, ничего такого у него не попросили за это, а он как-то их хотел отблагодарить, вот рассказал об этом в Вене. Старообрядцы получили определенные льготы на Буковине. В результате Амбросий получил разрешение проживать в Белокреницком монастыре и 28 или 29 октября 1846 года был присоединен к старообрядчеству, присоединен был вторым чином, хотя на эту тему шли очень серьезные споры. Сам инок Павел считал, что стоит присоединять не вторым, а не вторым, а третьим чином, то есть просто через отречение от ереси и покаяния он составлял целое сочинение на эту тему, но в общем-то практика, существовавшая на ветке, предполагала все-таки чиноприем вторым чином. Было, так я вскользь упоминал в предыдущем рассказе о том, что в 1779 году в Москве был так называемый Перемазанский собор, на котором большинство старообрядцев высказал сильно за второй чин. И вот проблема эта стояла, собрался с собор, опять же, в Белой Кренице, обсуждали эту тему, но в результате считается, что митрополит Амбросий сам согласился на второй чин в соответствии с традицией большинства старообрядцев-поповцев, с традицией ветковского согласия. Он прочитал чин проклятия ересей, записанный греческими буквами, но на славянском языке. Вообще с языком здесь некая проблема, да, то есть есть несколько мнений, есть мнение о том, что он не знал языка, языка, ну, русского, понятное дело, не знал 100% языка славянского, но есть и свидетельства инокини, которые проживали, которые помнили митрополита, о том, что все-таки славянский, он понимал в силу того, что служил на боснийской кафедре, и учитывая его, в общем, такой вот характер заступничества за свою паству, в принципе, такой вариант тоже возможен. Хотя мы знаем разных архиаитов на Балканах, да, то есть одни игнорировали местные языки, другие могли, в принципе, разбираться. В данном случае, ну, в траверческой традиции говорит о том, что все-таки он, не зная русского, по-славянски понимал, и иеромонах, и иероним, исповедовал, видимо, на славянском. Он же помазал его миром, и сразу начинается уже в октябре-ноябре историю рукоположений сначала диаконов, священников, а потом и поставление первого, собственно, старовряческого епископа, которым по жребе был диак, то есть уставщик Кипариан Тимофеев, получивший при пострижении имя Кирилл, будущий митрополит, это тогда майносский епископ для села Майнос, Турция, села, надо сказать, с очень большой старовряческой историей, где были самые разные согласия, были илогайницкие, были илогопоповцы, такая очень странная традиция, которая называется часовенной, но это тоже такая не совсем часовенная традиция, да, тоже присутствовала. Единоверцы, там даже было местное согласие, которому нигде больше не было, Галевщина, так называемая, происходящая от самозваного попа Федора Галя, вот, то есть, в общем, такая местность населенная, очень плотно старовряцами, туда и был поставлен этот первый епископ. Ну вот, сразу здесь возникает вопрос, который уже в прошлый раз начали мы обсуждать, да, Мазрей тогда спросил, но я сказал, что пока кратко, а вот сейчас уже с конкретными ссылками поговорим о возможности единоличной хератонии, как ее, собственно говоря, принимают в старобряции. Ну, действительно, безусловно, первое правило святых апостолов гласит, епископа да поставляют два или три епископа. Четвертое правило Первого Вселенского Собора, епископов поставлять и наиболее прилично всем той области епископам, а, чужели, неудобно, по крайней мере, три в единое место дособерутся, а отсутствующие изъявят согласие посредством грамот и тогда совершать его положение. Вот. Ну, то есть, в разных правилах, вообще, я проявлять не буду, мы действительно видим вот эту цифру минимальную, либо три, либо два епископа. Вот. Но дело в том, что в истории церкви действительно было достаточно много случаев единоличного положения. И здесь, в данном случае, важно, как святоотеческое предание, воспринимая саму вот эту норму, почему, собственно говоря, должны присутствовать еще какие-то епископы. Вообще, вот если мы возьмем, допустим, вот этот пресвитер Николай Афанасий, вот, да, посмотрим там, его богословские рассуждения, то он говорит, что первоначально вообще смысл-то был в том, что поставляет епископ один. Собственно, он совершает таинство, а остальные являются свидетелями. Да, то есть, в силу некоторых толкований святых отцов старообрядцы всегда понимали необходимость присутствия именно тем, что это выражение полноты церковной. В данном случае у старообрядцев был всего один епископ, митрополит Амбрущий, который в себе и являл, собственно говоря, всю полноту церкви. То есть, для старообрядцев как бы это не являлось такой проблемой, хотя они отлично это правило знают, да, они просто его рассматривали именно с точки зрения того, что должно быть согласие в среде епископов, поскольку епископ один, то он собой являет всю полноту. Ну, еще раз говорю, что просто в истории церкви таких примеров было очень-очень много, вот лишь некоторые примеры. Беда преподобной, то есть, беда достопочтенной нашей традиции более так известна и упоминает письмо святителя Григория Дворецлова, как пишет архиепископу Кенскому и Британскому Августину, где указывает о возможности полагать епископов единолично, соответственно, 7 век. Времена тяжких испытаний Григорий Наркесарийский был рукоположен единолично Федимом и епископом Каппадокийского города Амосии, причем там еще интересный момент на рукоположении делались заочно, вот эта вот та практика, которой апеллировал Анфим Сафиногенов в этой знаменитой истории. То есть, позже святитель Григорий писал, что высший священный сан он воспринял только после совершения над ним всех положенных священно действий, тоже единоличный, епископом Аидимом Амосийским. То есть, как бы сейчас сказали, над ним потом была произведена хиротесия. То есть, сначала хиротония, потом хиротесия. Практика РПЦЗ, известная история со страстильниками, аналогии приводит. Сам он единолично рукополагал воепископа Каманского, священно-мученика Александра Гудовщика. Епископ Сидей по-левицки был рукоположен только одним епископом Филоном Цензийским. Афанасий Великий признавал его в этом шане и признавал достойным занять даже митрополию. Святитель Евстафий, антиохийский, 3-4 век, Павел Цареградский. Это все вот такие подобные истории. Историй достаточно много, все перечислять не буду. Немножко уже ближе к нашей истории. Митрополит Киевский Иво Борецкий, 1620 год, был поставлен Патриархом и Русалинским, Феофоном. И это, по сути дела, возобновило Малороссийскую иерархию православную. Но если брать историю уже церкви после разделения, то интересно, что в некоторых миссионерских руководствах как раз писалось о том, что лучше бы эту тему не трогать, в единоличном рукоположении. Потому что, далее, как в 1799 году, американский миссионер, Архимандрит Деосав Болотов, был поставлен в епископ Рокодьякского, одним только иркутским епископом Вениамином. То есть, подобная ситуация была непосредственно вот накануне, ну, за полвека до священного действия митрополита Амбрусия. Более того, если мы обратимся к греческой истории, то в 1825 году епископ Гавриил Зарновский единолично для церкви Лады рукоположил трех епископов. И потом это было утверждено задним числом собора уже в 1834 году. То есть, таких примеров можно в истории найти достаточно много, и они не являлись препятствием для признания. В данном случае, действительно, важной была именно рецепция, именно признание церковным народом, признание церковной полнотой. поэтому, чтобы вам... Этот вопрос был несколько ясен, чтобы он вас не смущал. Вот. И впоследствии митрополит Амбрусия участвовал в поставлении еще одного архиерея вместе уже с Кириллом, это славский епископ Аркадий Дорофеев. Вот. Были поставлены еще священники, диаконы. Но, разумеется, что такое исчезновение из Константинополя не могло остаться незамеченным. Константинопольский патриарх начинает разыскивать пропавшего архиерею. Он понимает, что, в принципе, мог уйти именно в Австрию и Венгрию, а также еще в Австрийскую империю. Вот. И через карловацкого митрополита Иосифа Раячича, это, соответственно, сербская иерархия, бывшая на территории Австрии, он начинает разыскивать и в результате все-таки обнаруживает, где же в это время находится митрополита Амбрусси. Не буду подробно рассказывать о том, что за неимением времени, сколько времени было потрачено на то, чтобы вернуть митрополита Амбрусси. Ему и угрожали извержениям, и сулили хорошую кафедру, но тем не менее Амбрусси на это не согласился. Интересно, кстати, к чести митрополита Иосифа, что он сябский митрополит категорически отказался заниматься поисками митрополита Амбрусси и отписывался в Константинополе, что этим делом заниматься не будет и ничего не знает. Вот. Одновременно в это время в Вену поступают решительные заявления от властей российских с протестом и с требованием уничтожить Белокринецкий монастырь и, собственно, Николай начинает даже грозить разрывом дипломатических отношений. В этой ситуации, конечно, австрийскому императору в общем-то приходится выбирать между дружбой с Россией и старообрядцами. В результате Амбрусси вызывают в декабре 1847 года во Львов и у него есть выбор либо вернуться в Константинополь, либо отправиться в ссылку. Он говорит о том, что он Веру уже выбрал и отправляется в город Цели, собственно, говоря, город в Словении, один из самых больших городов Словении, хотя по нашим меркам, конечно, маленький городишко, центр бывшего цельского сейчас не скажу только графства или герцогства, собственно, единственного средневекового государства в Словении, которое было независимым. Вот, там он поселяется со своей семьей, достаточно замкнута, но при этом сохраняет отношения с старобрядцами, они регулярно у него бывают, доставляют ему святые дары, и последнее такое посещение, оно, собственно говоря, было накануне его смерти в 1863 в 1863 году епископ Тульчинский Иустин и радиакон Ипполит его посетили по вопросу, как раз шли в это время трения по вопросу окружного послания, то есть контакты постоянно продолжались. В результате он был, скажем так, таким не участвовавшим в делах, авторитетом для старобрядцев. Вот, кстати, в вопросе как раз об окружном послании, когда митрополит Кирилл колебался, постоянно менял свою позицию, митрополит Андрощий высказался за окружную партию, и после его смерти он был похоронен на греческом кладбище в Триестин, нынешняя Италия, заочно его отпевал митрополит Кирилл в Белой Кренице, в 2000 году останки были перенесены в Покровский кафедральный собор старобрядческой митрополии Брайли, то есть румынской митрополии, и в ноябре 1996 года он был причислен к лику святых на совместном старобрядческом соборе двух митрополий, всемирном старобрядческом соборе память 12 ноября по новому стилю. Ну вот мы узнали о начале старобрядческой иерархии, теперь можем разобрать собственно говоря те ту историю, которая была после этого, как же церковь появилась в России и так далее. Ну, надо сказать, что первая такая попытка это в 1753 год, тогда Новозыпковскую епархию в Черниговской губернии хотели создать. Черниговская губерния это не нынешняя Черниговская область, это гораздо шире, причем Барьянская область, собственно вот территория Новозыпку, достаточно большая территория на стыке современной Украины, Белоруссии и России. Вот, туда поставили епископа Спиридона, но очень быстро его запретили в служении и даже извергли из Сана, просто выяснились обстоятельства, что его нельзя было поставлять, поэтому вопрос этот был закрыт. Впоследствии туда поставили епископа Конона, который это было уже в 55-м году, который в 58-м году был арестован, отправлен в Спасо-Ефиме в монастырь, где находились уже два епископа Аркадий, Дорофеев и Олимпий Вепринцев, епископа которые были поставлены на территорию Турции и собственно говоря во время русско-турецкой войны они совершенно как бы не ожидали, что их русские войска арестуют, когда русские войска вступили на территорию, которую они окормляли, они там просто остались, стали отступать, но было распоряжение арестовать старо-ореческих епископов, они были вывезены в Россию и находились в заключении те, кто не ум там часть епископов умерла, часть находилась в заключении до времен Александра Трейка то есть и при Николае и все правление Александра Второго казалось бы либеральные реформы все, да, они с одной стороны коснулись старо-ореческих но надо сказать, что очень косвенно, вот, поэтому да, еще до собственно говоря немножко так сказал, что первая в 1953 году была попытка его положения, на самом деле вторая, самая первая попытка это еще такой неудачный момент, но очень растянутый в истории, к положению симбирского епископа Сафрония Жирова, который должен был исправлять требы для практически всей территории России, хоть и считался симбирским, ну а по мере того, как ставились баахиереи на другие кафедры, он соответственно должен был эти кафедры им отдавать. Ну вот Сафроний действительно себя поставил очень высоко, его очень быстро заметили в злоупотреблениях, в первую очередь симонии, вот, и поэтому решили его отстранить от такого высокого положения, ему было запрещено поставлять епископов в Россию, и в феврале 1853 года был поставлен Владимирский, на Владимирскую кафедру очень интересный человек, архиепископ Антоний Шутов, которому были вручены очень широкие полномочия для управления российскими делами. Ну, времени как бы нет, подробно рассказывать, но Антоний человек действительно по своей значимости очень интересный, он по рождению вообще-то был из семьи Новообрядческой, но перешел к беспоповцам, и у беспоповцев побывал в разных местах, в польском воиновском монастыре, в Климауцах в Румынии, то есть посмотрел достаточно многие обители, и в результате все-таки признал белокоринецкую иерархию, и вот ему выпала роль такого епископа, который фактически должен был образовать иерархию на территории России. Много на его жизнь выпало всевозможных приключений, испытаний, его постоянно пытались арестовать, вот уже будучи на московской кафедре, казалось бы, ну, что легче, найти в Москве при въезде, да, где, в общем, можно было отслеживать въезжающих, тем не менее, митрополита, архиеписк, простите, Антония, так и не задержали, в чем есть очень интересные такие любопытные истории о том, как он избегал этих арестов, в частности епископорщение Уральский приводит такую историю о том, что он носил с собой платок, на который наливал водку, растирал ее все по лицу, да, когда, соответственно, полицейские проверяли его, думали, что вот сейчас они возьмут архиереи, да, по всем параметрам должен был архиерей, в общем, в виде полупьяного мужика, там, да, ну, какой-то архиереи, да, староеведческий, что бы, отпускали. Вот, так что, в общем, человек очень интересный и сделавший очень много, очень много поставивший и архиереев, и епископов, но об этом сейчас мы еще и священнослужители и в других санах, да, то есть дело в том, что ситуация действительно была очень сложная, нужно было вот эту огромную российскую территорию заполнить священством, кроме кого, постоянно возникали какие-то проблемы, например, тот же Сафроний в 1854 году вместе с поставленным епископом Виталием Уральским возвел беглого казака Бреднева в Патриархии Московской и всей Руси, да, себя соответственно они возвели в митрополит. Понятное дело, что быстренько их запретили и никто разумеется ни в России, ни за рубежом эти поставления не признавал, но тем не менее для старобрядчества это было серьезной проблемой. Несколько раз Сафроний каялся, получал в управлении различные епархии, но все это было бесполезно, то есть каждый раз все заканчивалось примерно одинаково. В результате в 1863 году в Сафронии было объявлено обвинение, в ответ на это он признал Московский собор незаконным, ну и его просто извергли и самым, причем собор был очень авторитетный, семь археев российских и два заграничных. Вот, Антонио напротив нужно было строить новую иерархическую структуру, он получил право рукополагать епископов на территории России, в 1859 году приходит грамота от митрополита Кирилла, он признается архиепископом Московским и всей Руси, то есть таким образом он ставится над всеми остальными епископами России. В 1863 году там, да, там были некоторые, конечно, колебания, и надо сказать, что периодически архиепископ Антоний вступал в конфликт тоже с некоторыми архиереями, например, таким интересным архиереем, как Пафнутий Коломенский, впоследствии перешедший в единоверие, потом опять вернувшийся обычным иноком, человек крайне талантливый, но с той же и крайне непостоянный и такой самоуверенный, я бы сказал, очень интересный деятель старообрядчества. Так вот, Антоний, конечно, иногда вынужден был вступать в эти конфликты, но в целом надо сказать, что его деятельность была очень позитивна. к концу его жизни он скончался 8 ноября 1881 года. На территории России было 14 епархий. Там еще была Тульская епархия, сейчас об этом немножечко я упомяну, еще 15-я, но она уже к смерти Антония была расформирована. И за время своего служения он поставил более 200 старообрядческих священников. Интересно, что в отличие от Сафрония, который прославился своей химонии, про Антония было известно, что он никогда не брал денег за поставление, более того, еще и снабрал священников часто литературой, иногда даже выручал походные церкви, утвы, то есть наоборот делал такие благодеяния для своих ставленников, да и не только для своих ставленников, через митрополита Антония, архиписка, простите, Антония проходили достаточно большие средства, которые входили в том числе и в заграничные наши старообрядческие монастыри, которые, надо сказать, имели не очень хорошее финансирование. Вообще, если посмотреть вторую половину, особенно 70-е, 80-е, 90-е уже годы, то есть когда уже астронаврическая иерархия укрепилась, то поток денег, который из России шел на финансирование храмов в Румынии, в Австро-Венгрии был очень серьезный. И не только денег, ткань посылали, утвы посылали, то есть старались своих зарубежных собратьев всячески поддерживать, поэтому признавая верховный авторитет Белокренинской митрополии, но уже выйдя из-под ее непосредственного подчинения. Это произошло в 1861 году. Собор епископов в Москве принял решение, которое по сути дела стало провозглашением независимости. Там в 1861 году произошла такая история, когда Антоний сложил себя в управлении российскими старобрядцами, и вот 7 российских архиереев, 5 священников постановили избрать саратовского архиерея Афанасия Кулибина московским архиепископом, а Антоний соответственно должен был отправиться во Владимир в свою первоначальную кафедру. архиепископом, ну и был создан так называемый духовный совет при архиеписке в московском, который впоследствии играл большую роль. но в результате Антоний вернулся это было в 63-м году вот причем присутствовал на этом соборе, который вернул ему полномочия приехавший в Россию митрополит Кирилл вот и 2 июля 63-го года официально Антоний был избран на московский престол, то есть уже не просто назначен Кириллом, а официально избран с титулом архиепископа московского и владимирского и с этого времени он является таким неопромержимым авторитетом, главой всех старобрядцев на территории России, а российские епархии фактически уже официально выходят из-под подчинения Белокринецкой митрополии, несмотря на то, что в общем-то по сути дела признают ее первенство, но здесь во многом конечно сыграла роль личность митрополита Кирилла, человек, который достаточно был такой непостоянный в своих суждениях, в частности по поводу знаменитого окружного послания, и поэтому российские архиереи считают, что они вполне могут управлять своими епархиями без постоянных обращений в Австро-Венгрию, собственно говоря, здесь мы видим начало двух митрополий, но на тот момент митрополия есть только в Белой Кренице, у нас в России архиепископия. Что же такое окружное послание? Это тоже очень интересный момент, о котором следует поговорить. разумеется, что мы об этом немножко в прошлый раз говорили, в среде старообрядцев часто вероучение поповцев могло влиять на беспоповцев, беспоповцев на поповцев, то есть различные мнения, которые были вроде как несвойственны изначально для согласия, появлялись, и вот в частности в Лужковском согласии, о котором мы в прошлый раз немножко говорили, много таких было мудрований, которые мы в таком обыденном понимании считаем, по сути дела, беспоповским. Это те же мнения о духовном антихаре, о которых мы в прошлый раз говорили, это мнения некоторых из лужковцев о том, что Ильей и Енохом были авакум-лаза и соловецкие мученики. Это мнение связанное с печатью антихриста, то есть трейберстия как печать антихриста. Это мнение, которое связано с крестом, то есть составляется, почитают в первую очередь восьмиконечный крест, но никто не говорит, что четырехконечный крест крестом не является. На цикловном облачении мы видим четырехконечные кресты, мы просто говорим, что восьмиконечный крест является наиболее полным, является полнотой креста, но скажем так, сокращенные изображения в определенных местах всегда применялись, изображались, и никто никогда не говорил, что это не есть крест. Такие мудрования тоже стали появляться. Еще одно из таких центральных мудрований это признание того, что Иисус и Иисус это разные люди, то есть Иисус это Сын Божий, а Иисус это в разных версиях антихриста, либо некий предотечий антихристов, который родился совершенно в другую дату, то есть расчеты все приводились, то есть все эти мудрования, которые появились в этот период, они появляются и среди некоторых поповцев в конце 50-х, начале 60-х годов, что безусловно беспокоило церковную иерархию и богословку, которые понимали, что это искажение вероучения, вот, и начинается достаточно такая широкая литературная полемика, появляются произведения, написанные разными авторами, Павел тот же Белокренинский пишет активно против этих мудрований епископа Нуфа и Парусов, и в том числе такой интересный богослов, которого мы знаем как Ксенос, на самом деле его звали Илайон Кабанов, вот, он в результате пишет окружное послание, которое в 1862 году было издано от лица Единой Святой Соборной Апостольской Древле Православной Кафолической Церкви, подписано четырьмя архиереями, тремя священниками, тремя дьяконами и инокому Олимпием Милорадом, тем самым, который искал митрополитом в Руси, вот, в 1863 году, 15 апреля, окружное послание было подписано заграничным собором, и там епископы Аркадий Славский, Аркадий Вословский, Юстин Тульчинский присутствовали, и белоконинский архидеакль Филарь, их личность, достаточно интересная, они еще впереди речи, вот, ну, вот это вот произведение, оно вызвало достаточно большую полемику в старобряческой среде, и, хотя мы не можем сейчас это все подробно разобрать, фактически, старобряцы были расколоты на две части, на так называемых окружников и неокружников. Митрополит Кирилл, являвшийся в данном случае верховным арбитром, как единственный митрополит в церкви, колебался, к нему приезжали делегации окружников, он поддерживал окружников, приезжали делегации неокружников, поддерживал неокружников. В такой ситуации, в общем, нужно было решать ситуацию, кстати, в этот период приехал даже в Москву, вот, и надо сказать, что из Москвы ему пришлось достаточно в быстром темпе уезжать, потому что московская старообрядческая общественность в общем вот этих колебаний не воспринимала и митрополиту настоятельно, скажем так, посоветовали уехать на свою кафедру по основному месту служения. Вот, но споры эти действительно продолжались достаточно долго и Кирилл успел даже поставить иерархию параллельно иерархии возглавляемой архиепископом Антонием. Кстати, говоря, его стартовник Антоний Климов тоже носил имя Антония, его провозгласили епископом московским, тут архиепископ московский, это епископ московский. Обычно его называют Антоний Гуслицкий или Антоний Второй. Для сравнения, чтобы было понятно, Гуслицкий, потому что его настоящее местоположение было в деревне Давыдова, рядом с нынешним городом Куровской в известной старообрядческой Палестине, так называемой старообрядческом регионе Гуслиц, которая расположена к юго-востоку от Москвы. Многочисленные селы и деревни, заселенные старообрядцами, они тоже активно разделились, там были окружники и неокружники. Спор этот продолжался очень долго, и в результате за лучшее было признано отменить окружное послание, но не значит, что отказаться от его идей, то есть постановления касались в первую очередь самого документа, то есть уничтожения документа для того, чтобы не соить между собой старообрядцев, а вот если говорить по иерархии, которая, скажем так, в этом споре победила и объединила вокруг себя старообрядцев, то это, безусловно, конечно, окружники. Поэтому многие мысли, которые высказывались в соборном положении, в выказном послании, они впоследствии были приняты на соборах, но уже не единым пакетом, а как отдельные вопросы. В 1906 году состоялся так называемый мирный собор, когда окружники с неокружниками вроде бы как объединились, но на самом деле там если говорить о епископах, то большая часть епископов неокружнических этого объединения не признала, в общем-то до войны еще существовали в разных регионах бывшей Российской империи, но потом начинается угасание то есть они уже во время войны уже нету епископов неокружников а священники еще достаточно долго встречались в разных регионах если говорить о Москве то ну вернее о Подмосковье о Гуслицах то это конец 70-х годов последний священник скончался интересно кстати говоря что ну это так на уровне таких бытовых курьезов поскольку больше священства и окружнического в округе не было подписало огромное количество разрешительных грамот которые потом местные бабушки просто влагали в руки умирающих то есть уже отпевая мирским чином такое бытовое решение конечно весьма и весьма странное но это в общем говорит о том что конечно уровень богословствования этих поздних неокружников был весьма и весьма низкий собственно говоря и сегодня можно найти еще неокружников но они уже существуют по сути дела на правах беспоповцев да то есть там есть они в Поволжье есть в район Чуваши есть в Подмосковье но если говорить все-таки о генетических неокружниках то только одна такая община разумеется не зарегистрирована есть это село Хатеичи Подмосковное там какая есть Анфиса Ефимовна как ее называют местные жители Копфиса вот вокруг нее собственно это община существует бывшая воспитательница детского сада там остались а так конечно многие помнят по тем же гусеницам что это село окружное это не окружное но в общем-то в основном все присоединились к той или иной иерархии не обязательно кстати к Белокреницкому здесь как раз интересно что есть свидетельство того что на Рогожском когда был храм русской древней православной церкви туда приезжали не окружники и записки подавали именно туда потому что помнили что с этими из Покровского наши не молились да то есть логика была но абсолютно та же логика была кстати преобразование единоверческой общины в Куровском то есть когда они начали искать где же собственно вот это священство которое было у их предков они помнили что с Рогожкой они не молились и когда собственно два единоверца приехали там КС покажи там то все да вот значит это иерархия да они так стали единоверцами причем община действительно такая крутая то есть это такие единоверцы закрытого типа они не любят к себе кого-то пускать еще что-то да замкнутые ну вот иерархия получила русская православная церковь ну вот то есть вот этот момент богословского скажем так забывания да причин разделения забывания того собственно говоря кто окормлял и так далее это явление которое налицо достаточно широко присутствует немножко печальное конечно явление но есть вот и опять опять же то есть если там спрашивать местных бабушек да а почему вы там не окружники почему вас так называют ну вот у меня просто у знакомой бабушка такая вот не окружница а не знаю говорит вот вот всегда говорит наши вот хотеичи всегда были вот они не окружные а там деревня такая-то она всегда окружна была то есть на таком вот ну все эти споры они конечно для церкви на первом этапе становления иерархии шли далеко не в плюс потому что это позволяло и миссионерам проповедовать активно с приходом александра второго несмотря на то что в общем-то гонения не утихали но миссионерский элемент он начинает активно развиваться так вот при вот этих вот нестроениях конечно возможно было нестойких староверов отвести от белокреницкой иерархии и в результате в 1865 году несколько наиболее видных староверческих деятелей епископа Ануфри Парусов по которому Мельников пишет что он как парус да куда ветер падал туда и унесло вот авторитетный полемист уже мной упоминавшийся Пафнути Коломенский епископ тогда уже на покое но тем не менее авторитетный достаточно персонаж Пафнути Овчинников он правда потом вернется в староверчество уже простым иноком будет фактически секретарем в белокреницкой митрополии будет там очень активно проводить богословские переговоры в том числе даже у него ну к митрополиту приедет Андрей Шептицкий тогда еще не митрополит еще граф Андрей вот и благодаря Пафнути они будут вести дискуссию о непорочном зачатии достаточно интересный благословок вообще глубокий архидиаком филарет секретарь митрополии священный инок и осав и архидиаком мельхиседек все они присоединяются к православной российской церкви на правах единоверия по благословению митрополита филарета дроздова дмитровский епископ леонид краснопевков совершает присоединение было подтверждено монашество ну там каждого спрашивал хочет ли он остаться в монашестве в результате их утвердили спустя несколько месяцев протодиакон Кирилл Семенов и печально известный к тому времени запрещенный епископ тульский Сергий присоединяются но это отдельная история если говорить о Сергии то это персонаж с большой такой историей в старообрядчестве он был одно время настоятелем доукраинецкого монастыря в результате монастырь был введен в такие долги что когда Сергий уже даже перешел в единоверие он я в архиве собственно лично видел его письма митрополиту Филарету Дроздову где он просил отпустить его в Австро-Венгрию потому что его сын до сих пор за эти долги сидел там в яме но при этом он успел побыть некоторое время епископом Тульским был и Корнинским потом его запретили прийти в единоверие в общем личность конечно такая сомнительная потом переходят некоторые другие деятели в частности епископы Устим Тульчинский как раз один из последних кто видел митрополита Амбруща еще в живых всего всего пришло 21 духовное лицо еще несколько достаточно активных деятелей например пришел Егор Антонов он был одним из главных сотрудников братского слова главного миссионерского журнала который издавал Суботин и занимался торговлей в лавке миссионерской которая принадлежала братству святого Петра митрополита вот для этих перешедших в Москве был образован специальный монастырь Никольский монастырь на Преображенке на Преображенском кладбище для этого у Федосеевцев была отнята часть их территории но надо сказать что правда Белокореницкая вот это братья она там продержалась очень недолго потому что вскоре присоединился к единоверию такой деятель в будущем архимандрит единоверческий а на тот момент инок Павел Прусский который привез с собой большое количество бывших беспоповцев пришедших к единоверию эти две партии просто не ужилить большая часть вот этих бывших Белокореницких они из монастыря через несколько лет ушли хотя Ануфри там достаточно долго жил Пафнути переходит в Каэмль там некоторое время проповедуют активно против старообрядчества ну и многие другие деятели они разъезжаются по другим местам я сейчас как раз анализирую вот эту документацию достаточно любопытная история конфликта но опять же времени к сожалению на это нет ну еще раз так вот и тоже хочу сказать что конечно вот эти вот инициативы перехода в единоверии они у всех были разные кто-то переходил действительно искренне в виде вот эти раздоры думал что нужно как-то преодолеть это и искал попытки выхода кто-то как вероятно тот же Сергий Тульский да просто искал теплое местечко и в общем-то здесь конечно про каждого персонажа можно говорить отдельно но само по себе такое движение оно было именно вот в этот период характерно что уже допустим в 70-е 80-е годы мы ничего подобного не видим потому что иерархия уже стала традиционной получила свою историю вот эти конфликты они уже охладели и соответственно таких серьезных колебаний уже нет если есть переходы то это переходы индивидуальные по каким-то своим личным причинам они массовые что еще про этот переход вот важно сказать архидиаком филарет передал профессору московской духовной академии архив белокреницкой метрополии который успешно вывезли из белой границы это позволило впоследствии в субботину написать очень многие работы и сообщить нам многое о том что собственно говоря происходило в это время как начиналось белокреницкой иерархии с одной стороны конечно поступок крайне такой можно сказать даже бандитский да с другой стороны вот что бог не делает все к лучшему так же как вот история там с мощами святителя Никола да так далее архив не сохранился но субботин пусть с некоторыми умолчаниями с приписками сравнение редакции показывают но все-таки опубликовал значительную часть этих материалов которые были выведены в России и вот интересно что Евгений Евстегеневич Голубинский в своей работе где он описывает состав преподавателей Московской Духовной Академии его времени он пишет то в субботе например так что ну ученый то он был в общем такой весьма средненький но умел находить информантов и получать нужные документы поэтому вот собственно говоря благодаря субботину многие документы до нас и дошли конечно в идеале сейчас бы нужно чтобы кто-то сел и занялся реконструкцией до украинского архива по оставшимся редакциям но это конечно об этом приходится только мечтать еще раз говорю что в период Александра Второго полемика активно развивается и миссионерское движение набирает обороты после того как при Николае одна из часовин Никольская самая маленькая была обращена по единоверческую церковь в 1854 году и после смерти в 53 году отца Иоанна Ястребова перехода последнего отца Петра Русанова в единоверие на Рогожском не осталось священников казалось бы не может быть литургии все критично но оказывается что Рогожская принимает белокоренецкую иерархию сначала тихо без афиширования но об этом узнают власти в 1856 году то есть уже Александр Втором выясняется из сообщений такого деятеля последствия архимандрита на тот момент еще иеромонаха Пафнути ушедшего из старообрядчества и перешедшего даже не в единоверие настолько возненавидел старый обряд что перешел сразу в официальную церковь на новый обряд вот из этого письма власти узнают что а вот кто-то там облачался и собралось очень много народу на Рогожском расследование хотя и не показало что кто собственно говоря там был все отрицали что кто-то там облачался собрался народ помолиться но тем не менее алтари запечатали и алтари стояли запечатанными без малого 50 лет вплоть до 1905 года хотя литургия безусловно на Рогожском совершалось но ночами на походных престолов ситуация была такая тоже критическая несмотря на то что иерархия и существовала интересно что освобождены епископы заключенные в спасе эфимевом монастыре те кто выжил там были только в 1881 году то есть с приходом уже Александра Третьего хотя казалось бы период победоносцева но поскольку Александру было не чуждо все русское он к староваячеству отнесся как-то гораздо проницательнее чем его казалось бы либеральный отец кроме того были и другие послабления в 1883 году было выпущено постановление о даровании раскольникам некоторых прав гражданских и отправлении духовных треб был даже в отношении единоверия были сделаны послабления то есть раньше если человек числился прихожением официальной церкви хоть он там никогда и не был просто за плату давал священник мы его включали в список причастившихся теперь если человек в течение нескольких лет не был на исповеди причастие он мог переписаться в единоверие до этого он даже единоверно записаться не мог настолько была сложная ситуация вот конечно закон не давал полной свободы ну например священникам запрещал использоваться облачениями вне моленных и так далее и так далее вот ремонт и строительство тоже с рядом запретов были но все-таки при Александре Третьем становится несколько свободнее хотя набирает по-прежнему обороты полемика тот же профессор Московской Духовной Академии Суботин Павел Прусский активно полемизирует порой полемика ведется очень нечестно об этом мы уже говорили как с запрещением работы Каптерева также и такие деревенские полемики иногда происходили весьма весьма нечестно да то есть когда побеждал кто-то из старобрядцев просто вызывалась полиция и диспут быстро заканчивался в таком духе властный ресурс использовался очень широко что касается самой старобрядческой иерархии в период конца 19 века положение с одной стороны уже такой устоявшей старобрядческой церкви то есть как бы уже нет сомнений по поводу того кто это такие белокрянинские что это такое постепенно многие поповцы в Сибири начинают присоединяться к церкви признавать ее многие те кто сомневался то есть понятно что белокрянинская иерархия это уже явление совершившееся это не какой-то такой мимолетный сюжет как там были в 18 веке с ученоприемом некоторых архиереев но в то же время вот эта постоянная угроза давлению властей она остается скажем архиепископ московский Саватий второй архиепископ после архиепископа Антония он не скажу был вынужден но подписал бумагу которую от него требовали власти о том что он себя не будет именовать официальный архиепископ он в последствии собрался собор который его соответственно убрал хотя понятное дело что он не отарегся от своего архиепископства так скажем как своего Оксана Владыки но даже такое отречение оно для старообрядцев было соблазнительным потому что другие архиереи всячески избегали этого тот же его преемник Владыка Иоанн Картушин или там ярославский епископ Иоанн Хлопшин постоянно лавировали постоянно бегали то есть узнав о том что есть требование подписать эти документы о том что они не являются архиереями они находились в постоянном странстве постоянно у кого-то прятались да и вот это позволило им не подписывать подобные документы в этот период начинается да здесь еще важно сказать о том что ужесточение во многом гонений на старообрядцев если вот брать конец 19-го начала 20-го века связано с именем небезызвестного Сергея Александровича великого князя дяди Николая Второго люто ненавидел старообрядцев и требовал чтобы Рогожское кладбище вовсе было закрыто и формировано новые ограничения дополнения к закону старообрядцев предлагались собственно говоря вот его идея была с этим неименованием архиерийским титулом в общем достаточно много таких негативных явлений поэтому он для старообрядцев конечно 100% негативная фигура ну поскольку времени уже не так много перейдем к следующему периоду который принято называть золотым веком старообрядчества хотя есть разные мнения Юля в этом плане да может поспорить но тем не менее так уже в нашу историографию этот период вошел условно говоря это 905-17 год но там рамки могут быть немножко разные там 6-й и 18-й могут сдвигаться в зависимости от того как смотреть да потому что скажем в 5-м еще только распечатали в Алтай в 18-м еще в общем гонения только начинались да но условно 5-й 17-й год то есть период когда старообрядцы пользовались относительной свободой 17 апреля 1905 года обнародован был манифест об укреплении начала веротерпимости и с этого момента старообрядцы получили определенную ограниченную свободу ну например священнослужители их официально могли именоваться священнослужителями они исключались из числа мещан сельских обывателей их не призывали на военную службу правда прав они не получили даже тех которыми владели скажем католические священники на территории России то есть не православное духовенство но конечно период этот весьма знаковый началось все с того что на кануне Пасхи получили телеграмму с позволением 16 апреля было снять печати с алтария горшкого кладбища в спешном порядке Гелировские достаточно подробно описывают были сняты печати все расчищали есть фотографии вот этих алтарей которых в течение 49 лет не было литургии в срочном порядке подготовили храмы и конечно это такой очень знаковый момент началось богослужение началась официально проводимая божественная литургия в честь этого даже собор епископов постановил что каждый год 17 апреля должно помимо божественной литургии служить еще молебен благодарственное здравие его величество если на страстную седьмецу приходится переносить на святую пасху служение этого молебна и интересно что традиция это так или иначе сохранилось до сих пор пранк перенесли немножечко на две недели на праздник Жен Мироносец который собственно сегодня является таким наверное самым крупным праздником в котором участвуют не только представители Рогожской общины и вообще старого проезжает много гостей собирается молодежь на Рогожском кладбище устраивается сейчас ярмарка большая духовных песнопений вечер ежегодный когда было столетие в чатне алтарей в 2005 году были тоже очень большие торжества приезжала даже официальная делегация во главе с митрополитом Кириллом нынешним патриархом вот и участвовала ну это вне храма разумеется все было официальное мероприятие там снимали дом культуры в котором был концерт духовное песнопение потом был банкет во время которого было широкое общение между этой делегацией вот ну период этот также характеризуется активной издательской деятельностью изданий достаточно много все перечислить не представляется возможным это и старообрядец потом старообрядцы это и старообрядческий вестник но в первую очередь конечно журнал церковь который издавался с начиная с 1908 года и по 1918 год правда меняя свое название в 1914 году пришлось поменять на слово церкви это было связано с одной статьей которую опубликовали по поводу действий русских войск в Галиции она не понравилась властям и издание было быстро закрыто но в общем-то тут же открыто совершенно в том же формате только с официально смененным главным редактором и под названием слово церкви потом еще в конце издавали как голос церкви финансировало это издание Регушинский а одним из главных его издателей был Федор Мельников известный начетчик о котором мы с вами уже не раз говорили на страницах этого издания публиковались очень разные авторы и главная хроника с мест интересная до сих пор актуальная но и богословская мысль там достаточно глубокая скажем там очень много писал епископ Михаил Семенов такая трагическая личность в старообрядчестве архимандрит православной российской церкви который присоединился к старообрядчеству преподаватель духовной академии человек какого действительно серьезного академического уровня вот он очень много писал о защиту старообрядчества почему я говорю трагическая личность ну вот к сожалению его поставление в епископа оно было тоже единоличным его в результате не признали из-за того что он не смог вовремя уехать на свою карфетру это опять же было миссионерское поставление для Канады в Канаду он выехать не смог и другой момент это его смерть то есть 16-й год разгар войны его просто на вокзале избили и он правда успели снять с него запрещение причастить его но вот так вот трагически умер и захоронен на Рогожском кладбище в архиерейских могилах где собственно покоятся многие владыки начиная Антония Шутова с архиепископом вот в этот период активно развивается богословская мысль епископ Овсений Уральский Иннокентий Усов епископ будущий митрополит Белокорницкий епископ Михаил Семенов и так далее и так далее и так далее может быть если вот действительно мы будем как-то продолжать лекции тогда может быть будет какая-то отдельная лекция все-таки по персоналям потому что рассказать о них невозможно в этот же период образуется Московский Староавреческий Институт условно называют Богословско-учительским институтом учебное заведение очень интересно это шестиклассный институт готовивший кадры для преподавания на местах люди получали сначала 4 года изучали базовое получали образование потом еще два года занимались богословием и методикой преподавания уровень очень высокий опять же тот же Федор Мельников епископ Михаил Семенов написал учебники для этого учебного заведения преподавал отец Федор Гусликов закон Божий известный богослов того времени Богатенко сын епископа Александра Богатенко занимался рисованием и пением тоже очень талантливый человек то есть очень хорошее образование ориентированное на преподавание в старообрядческой среде но с очень широким таким диапазоном возможностей фактически рукоположения священный сан дальнейшего служения и преподавания где-то в старообрядческой глубинке и дальнейшего богословского совершенствования но к сожалению учебное заведение просуществовало оно было открыто в 11 году указ был в 11 году в 12 году открылось к 17 году было закрыто преобразовано в академию которую закрыли в 18 году вот печальный такой момент если времени катастрофически мало поэтому 20 век так хронологически по основным вехам в начале после революции было несколько лет когда старообрядцам давали различные послабления но все это закончилось очень быстро и надо сказать что большинство старообрядцев на этот счет в общем-то не обольщались старообрядцы конечно воевали как и любые граждане нашей страны на разных странах фронта но если говорить скажем о семье то в войске верховного правителя отца насеча колчака было очень много староверов там скажем на дальнем востоке главным священником армии флота был протеей Иоанн Кудань который оставил великолепные воспоминания на своей жизни впоследствии служил в Китае а потом уже на старости лет приехал в Австралию вот интересно кстати что новообрядческое духовенство у колчака возглавлял епископ Андрей Юг Томский о котором мы в прошлый раз говорили который тоже в общем к староаритику был благосклонен вот сначала на кафедре архиепископа был владыцем милитий но он вынужден был большую часть своего предстоятельства находиться на Дону на своей родине вот и конечно в это время архиепископия выживала благодаря епископу Рязанскому Егоревскому Александру Богатенко который очень много делал для управления впоследствии выступлестителем был казанский епископ Викентий Никитин вот но в период войны в предвоенный период фактически на свободе оставался всего один епископ Савва Калужский собственно говоря то же самое было Русской Православной Церкви всего несколько свободных епископов остальные все находились в лагерях ну вот закончились в сороковом году десятилетние сроки заключения епископа Петроградско-Тверского Геронтия Лакомкина и Самарского и Энарха Парфенова и они возвращаются на свободу при всех проблемах тем не менее старообрядцы выжили и епископ Савва вместе с епископом Геронтием возвели в Калужском храме епископа иерархов санархиепископа с этого момента было ясно что иерархия будет продолжаться ну надо сказать что старообрядцы активно участвовали в сборе денег на нужды фронта было собрано порядка 1 миллиона рублей были и многочисленные призывы поддерживать российские войска но в то же время так же как и в русской православной церкви старообрядческая церковь получает возможность постепенно начать свое возрождение пусть очень ограниченное но в 1948 году все таки было уже 5 епископов все таки не один епископ на свободе впоследствии после кончины архиепископа иерарха был владыка флавиан это как раз период хрущевских гонений и на старообрядческой церкви это тоже очень серьезно все сказалось в частности был закрыт последний монастырь на тот момент в селе Кунича в Молдавии затем был владыка Никодим Латышев он правда значительную часть времени проводил в Молдавии на своей родине поскольку был уже сильно болен вот определенное возрождение начинается со времени епископа затем архиепископа а впоследствии митрополита Олимпия Гусева который в 1988 году на соборе был избран митрополитом таким образом появился вторая митрополия мы с вами знаем сегодня две митрополии московскую и румынскую белокреницкую митрополию надо сказать что московская митрополия это в общем-то идея была отнюдь не новая идея которая несколько раз возникала в истории старообрядческой церкви в частности в начале первой мировой войны когда белокреницкий митрополит был вынужден в течение года жить в России по той причине что австрийские власти пытались как и русского арестовать но тем не менее устроение это стало возможно только в 1988 году в честь празднования тысячелетия крещения руси сегодня существуют две митрополии московская митрополия после владыки олимпия во главе нее стоял митрополит Андариан это был такой расцвет очень краткий но замечательный расцвет русской православной мастер-авреческой церкви вступил владыка на кафедру в 2004 году и если при владыке олимпии скажем так больше занимались сохранением традиции собиранием камней того что сохранилось и начинали начинали осваивать то что советский период был практически утерян нужно было возрождать то при владыке Андариане началась такая динамичная жизнь церкви достаточно молодой образованный инженер из такой старой купеческой островляческой семьи четверговых человек одаренный художественно был иконописцем председателем общины после того как он обдавил поставлен священными сан затем стал митрополитом до этого был епископом казанским его брат кстати до сих пор отец Геннадий является настоятелем казанского храма но к сожалению период этот крайне быстро закончился уже в 2005 году господь забрал митрополита к себе во время крестного хода многие не советовали идти в этот крестный ход владыке у него было больное сердце но владыка пошел и случился сердечный приступ причем в такой местности где ну просто невозможно было даже вызвать скорую помощь там в результате протодиакону пришлось залезать на дерево и там только ловила мобильная связь то есть к моменту прибытия скорой помощи уже спасти митрополита не удалось в вятских пределах было вот на смену был избран митрополит Корнилий который сегодня является главой русской православной старобайческой церкви церкви московской митрополии при митрополии существует московское остробайческое духовное училище в котором я в течение семи лет имел честь преподавать учебное заведение которое которое ну раньше было три года сейчас из-за особенности финансирования к сожалению осталось два года но существует оно уже более десяти лет и слава богу дает свои плоды это единственное подобное учебное заведение белокринецкой иерархии есть архиепископ Саватий в Киеве Киевские всея Украины есть владыка молдавский евменей есть ярославско костромской владыка Викентий есть владыка потермуфий на Дальнем Востоке сейчас там правда кафедру разделили часть кафедры осталась под митрополитом под его личным управлением в силу определенных нестроений в этой части церкви и есть кого я еще из Владыка забыл кого-то Забыл Саватий Кост да я его называл уже кого-то кого-то а конечно Владыка Ефимия Казанского тоже очень интересный человек кандидат химических наук человек такой образованный казанской кафедр везет вот ну а вторая митрополия расположена в городе Браила как я в прошлый раз рассказывал она носит название Белокоренинской и Бухарестской но находится в Браиле в связи с тем что в 1940 году Буковина была занята советскими войсками и митрополит был вынужден переехать на юг Румынии в настоящее время в главе этой митрополии находится митрополит Леонтий Изотов очень тоже интересный митрополит избранный весьма молодым и радиаком избрали человек очень интересный имел честь с ним неоднократно общаться и в Румынии и в Москве действительно очень интересный владыка его викарием является епископ Браиловский Геннадий недавно поставленный Тульчинская епархия устанавливается владыкой Паисием на севере Румынии епархия Молдовы не путать с Молдавией это именно Румынская Молдова владыка Нафанайл и есть еще владыка Американо Канадо-Австралийский Сафроний Липолий который вашему покорному слугу ставил священосца для окормления Латвии поскольку он временно является еще и окормляющим Прибалтике и Польши территориями так называемой Балтийской епархии которая является вдовствующей но опять же я сразу оговорюсь просто что епархий на самом деле гораздо больше но просто они являются вдовствующими нет пока на них отдельных владык поэтому просто эти владыки которых я перечислил они могут их временно окормлять временно находиться в их подчинении могут быть эти территории приходы есть практически по всему миру ну за исключением Южной Америки где есть только прихожане но нет приходов в общем-то абсолютно везде в Европе это самая большая община европейская не считая Румынии и России это Италия то и порядка 5000 людей ну в общем-то окормляет всю Италию не значит что они всегда находятся на службе просто привязаны к этой общине отец Авелий есть приход в Испании есть небольшой приход в Венгрии отчасти окормляющий германскую пасту но бывает что священник из Прибалтики ездит окормляет немецкую пасту то есть там уже территории которые кто к кому так скажем привязан в Прибалтике на данный момент существует храм в Якопилсе в Латвии но фактически он и Литву окормляет также то есть прихожане приезжают из двух этих стран вообще формально он является центром Балтийской епархии в которую входят Прибалтика и Польша то есть четыре страны от ней относятся в рамках зарубежной метрополии но в то же время скажем в Эстонию приезжают священники московской метрополии которые считают ее своей территорией там здесь со стороны в Эстонии в Нарву в основном ездят там есть вот ну там отец Геннадий ездит из Петербурга у него там есть своя паства поэтому из Латвии мы туда не лезем так скажем в Северной Америке два больших приходов в Соединенных Штатах на Аляске в Николаевске и в Орегоне в поселок Вифлеем есть в Канаде есть в Австралии вот и недавно да вот появился в Африке в Уганде сейчас правда отец Аким священник скончался но по постановлению последнего совета митрополии два кандидата должны приехать обучаться в служении в Москву то есть белокринская митрополия действительно белокринская иерархия действительно является самой крупной иерархией в старовречестве покрывающей небольшое количество стран и фактически на данный момент ничего равного мы не видим в старовречестве в поповском старовречестве по крайней мере совершенно точно нет более крупной церкви ну вот у нас время уже подходит к концу я так понимаю да так что наверное стоит уже переходить к вопросам я уже так хронологически уже спасибо спасибо слава Боже можно узнать вот я наверное с примеров например есть кажется спор вокруг некоторых трудов Исаака Схидна о том действительно ли это Исаак Схидна или это Монофизиты которые называются Исааком Схидна или было такое же влияние со стороны католичества на Непонианскую церковь сначала с присоединением Левобережной Украины и потом с разделами Польши но было и положить влияние в виде творотворения Еличковского например которые дали толчок к старчеству в Непонианской церкви и так далее в связи с тем что активно искались епископы на старо-бреческой иерархии в Австрии и Англии там где были греческие церкви где соответственно было более больше религиозных разнолазий чем просто в Москве было ли какое-то точно такое же возможно влияние духовное которое могло оказываться на староверов или которое могли оказываться староверы на другие церкви находящиеся ну скорее духовного как раз такого проникновения практически не было а вот культурное конечно влияние было достаточно серьезным скажем если посмотреть на костюм населения Майнаса там очень сильные турецкие влияния есть очень показательное в этом плане липование в Румынии то есть взаимопроникновение оно конечно было но все-таки во времена скажем так наилучшие для старообрядчества это все-таки влияние было не духовное а именно вот такое культурное что касается духовного влияния здесь старообрядцы пытались все-таки себя всячески ограждать вот подобных явлений хотя сегодня конечно нельзя сказать что это стопроцентно соблюдается там тех же липован конечно обмирщение достаточно серьезно исходит можно тогда еще лекция больного плачика посвящена иерархии хотя бы несколько слов о каких-нибудь святых лакризинской иерархии ну на данный момент из тех кто канонизирован наиболее известное ну про митрополитов мы говорили и пескоп арсений уральский не так давно канонизированный очень интересный богослов оставивший большое богословское наследие которое сейчас три тома издано будет еще как минимум четыре тома его сочинений человек который тоже очень много сделал для осмысления положения старообрядческой церкви осмысления истории старообрядческой церкви книгоиздательской деятельности он в период его прегывания в Румынии в Мануиловке заведовал типографии вот кстати говоря в свете следующей лекции посвященной единоверию Арсений интересен тем что вывез лично по благословению архиепископа московского из России единоверческого священника отца Иоанна Верховского спасая его от преследования и победоронства вот его мощи обретены и значительная часть это нетленные мощи вот константин и аркадий шамарские мученики пострадавшие на Урале село Шамары собственно до сих пор существует очень большое село где есть белоконевские есть часовины вот рядом с этим селом тоже есть памятное место с источником посвященное этим двум святым ну понятно что протапопавакум с аузниками Боярдин Морозов вот они тоже все канонизированы протапопавакум еще в шестнадцатом году ну собственно почитали и до этого просто до этого невозможно было провести канонизацию по понятным причинам вот также кстати интересно затронуть вопрос некоторых канонизированных у нас но не канонизированных в русской православной церкви святых в первую очередь вот вспоминается Иван Федоров да вот диакон Иван Федоров был канонизирован да еще кстати говоря вот о ком мы сегодня говорили Павел Белокаянинский и Олимпий они были тоже канонизированы несколько лет назад спасибо можно сказать что на ютубе есть очень подробный фифа вот третьими ночами арсеньюра то есть там поэтапно прям рассказывается показывается как они поднимаются как их свидетельствуют то есть живые люди рассказывают о том что видели ну а так в принципе святых можно достаточно много перечислить из вот восемнадцатого века из конца семнадцатого века ну вот кстати вот эта вот история русского староведчества которую показывал Дмитрий Рушев здесь в наиболее доступной форме все изложено в наиболее еще вопрос если есть Роман Александр А ты будешь как-то в этих лекциях останется как-то ставить вопрос о том как русской публицистике позапрошлого столетия поднимали вот так или иначе вопрос о староверах здесь сразу естественно как-то в первую очередь хочется упомянуть о Терте Ивановиче Филиппове может быть каких-то и других тоже ну знаешь ты бы привел в пример Владимир Юрьевич понимаешь как бы вот все времени не хватает да то есть тот формат который у нас пока может быть пятая лекция как раз туда все на пятой лекции но безусловно вот следующая лекция поскольку как бы это посвящено именно единоверие да то безусловно там и Терте Иванович Филиппов будет и Достоевский будет но опять же насколько это возможно да просто упоминание по тем или иным вопросам да ну Аксаков понятное дело да опять же то есть взаимодействие с Верховском там вот в этом ключе как-то да что-то будет такое но опять же ограничено да пока не забыл просто хотел показать еще одну книжечку да вот эти книжечки мы уже там смотрели прошлый раз а вот это во время ООНа это уже седьмой выпуск журнала Альманаха публикующего документы по истории староврядчества замечательное издание ничего аналогичного собственно не было и давно не выходило главное здесь здесь есть неизданные архивные материалы из Ленинской библиотеки из отдела рукопси из РГАДА и главное из архива Метрополии который формировался исторический архив Метрополии он был вывезен в Ленинскую библиотеку он доступен известен так же как и библиотека но после этого конечно на Рогожском тоже собиралось очень много документов они очень долго время лежали абсолютно неописанные там те документы с которыми работали понятно они были в деле а еще куча документов просто вот лежало и пылилось да сейчас слава богу документы эти стали доступны на большую часть уже составлен каталог вот и вот они постепенно тоже здесь публикуются документы ну в первую очередь конечно 20 века но встречается и 19 века которые из разных личных собраний попали на Рогожское это конечно бесценные документы которые еще ну фактически не введены были в исторический оборот никой мог потому что если понятно Рогада там Ленинг можно было посетить то эти документы просто лежали там причем многие так достаточно хаотично они даже никто просто не знал их в последние годы в этом номере кстати говоря есть перечень с краткими биографиями епископов 40-х первой половины 80-х годов помимо собственно источников а есть те любопытные источники вот мне например наиболее интересны те которые связаны с перепиской с Браиловской метрополией потому что в 60-е 70-е годы это время когда общение конечно было очень косвенное то есть в некоторых письмах из Румынии пишут архиепископу в Москву а у нас здесь печальное известие о том что у всех единоверий присоединились до такого информации вообще нет потом там интересная история с принятием от старт католиков Игнатия Высочинского такая была история для окормления Польши но по документам получается что скорее всего человек был армитюристом конечно но сначала его румыны признали румынской метрополией но московской метрополией так и не признала его архиарист и в общем этот проект очень быстро завершился Это приложение к журналу церковь Боченков готовит а Антонов издает официально здесь в основном Боченков отчислятся Где можно купить этот журнал только у вас На Белорусской кстати в воскресенье еще не было но вот-вот должны были подвезти на Рогожском продается отчислятся отчислятся кто-то хочет пожертвовать на лекции пожалуйста туда Все Благодарю в дом на следующий рейтис да через две до сих пор до сих пор Продолжение следует...